Всё, всё пропало, ничего не понятно. Вот такой фильм. Друзья, 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 наконец-то в прокат вышел фильм «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда». И надо сказать, что я уже делала обзор на книгу «Фантастические твари», которая, по моему мнению, является не особо удачной. Первый фильм был прекрасен. Сегодня мы попытаемся сравнить немножко вот эту книгу и вот эту серию фильмов, которая сейчас выходит, и особенно новый фильм. Давайте начинать. Давайте начнём с книги. И я уже говорила, и ещё раз повторюсь, книга на самом деле совершенно никчёмная. Это просто учебник, в котором перечисляются самые разные фантастические твари. И что самое обидное и грустное в этой ситуации, для фильма они придумали новых тварей. Печалька. Собственно, здесь нет сюжета, и единственное, что в этой книге доставляет, это заметки на полях от Рона Уизли и Гарри Поттера. Понятно, что книга послужила скорее катализатором, поэтому давайте быстренько перемещаться к фильму. Короче, для начала мы специально для вас записали самое первое впечатление после просмотра этого чудесного фильма. Внимание на экран. В общем, как по мне, это абсолютно полное бессюжетное говно. Камон, ребята, хватит стричь бабло с нас. Происходит то же самое, что и со «Звездными войнами». То есть это очень красиво нарисовано, правда. Прям отсыпьте графон на все деньги. После просмотра фильма «Дома» я некоторое время поразмыслила, и для меня стали очевидны некоторые большие проблемы данного фильма. Самое первое и самое главное. Фильм выглядит так, будто целый роман, то есть какую-нибудь книгу взяли и перенесли на экран. А книга – это другой жанр. И там может быть сколько угодно деталей, сколько угодно подлиний, и они, наоборот, делают книгу полнее. Что касается фильма, то очень сложно перенести на экран большое количество персонажей, сюжетных линий и действий. Именно поэтому, когда книгу экранизируют, нанимают специальных людей, которые знают, как сделать из книги киносценарий. А вот в случае с преступлениями Гринда Вальда было ощущение, что они наняли автора графомана, который написал им просто бесконечное количество разных-разных-разных персонажей, и все их постарался перенести на экран. Чтобы понять, насколько все плохо с количеством персонажей и сюжетных линий, давайте просто посчитаем главных героев, которых очень важно знать. Конечно же, четверка основных персонажей – это Ньютс Камандер, Тина Голштейн, ее сестра Якоб Ковальски. Нельзя не упомянуть известных положительных персонажей – это Альбус Дамблдор. Давайте еще перейдем к группе нейтральных или неопределившихся персонажей. Понятно, что это Литтл Эстрэндж. Это ребенок Апскур, которого зовут Криденс. Брат Ньютас Камандера, Тисей. Есть также новая подруга Криденса Нагайна. Это те люди, которые не определились за добро, они или за зло. Я даже не запомнила их имена. Продолжаем. Вы уже запутались? Есть еще злодеи. Геллер Гриндевальд, Юсуф Кама, который пытался убить нашего уважаемого ребенка Апскура. Некая Свита Гриндевальда, которую я даже забыла, как зовут, если честно. Конечно же, семейство Ли Стрэнджей. Вы помните, кто это такие? А это, между прочим, важное семейство из Гарри Поттера. Помните, было три Сула Стрэндж, которая убила Сириуса? Все. Все запуталось, все вот так вот. Вот такой фильм. Я в предыдущей части пробежалась только по основным персонажам. И это даже не касается главных сюжетных линий. И я даже ни разу не проспойлерила сюжет. Что же вообще будет происходить? Естественно, из-за того, что персонажей много, у них у всех проблемы, как обычно и так далее, мы все остались без чудесных шуточек, якобы Ковальски. Все немаги похожи на вас? Нет. Я такой один. Без такой милой неуклюжести нашего главного героя. И все это потерялось за кучей-кучей ненужной информации, нагромождение сюжетных линий, флэшбэков. И это делает фильм очень суббурным, очень динамичным, но прям ни черта не понятным. Немножко о сюжете. Как и в абсолютно любом фильме и книге про Гарри Поттера, сюжет абсолютно идентичен. Есть злой злодей, который хочет погубить магичество и человечество. И есть главный герой, который не особо хочет с ним сражаться. Но так уж повелось, что он избранный и ему придется. А есть еще Альбус Дамблдор, который как бы и может сорваться со злодеем, но по каким-то загадочным обстоятельствам не особо хочет это делать. Вернемся немного к фантастическим тварям. К большому сожалению, в новой части их почти нет. Конечно, там есть наш любимый Нюхлер и Чурка, которые вообще супер няшные. Но каких-то новых крутых существ, к сожалению, нам не нарисовали. Есть, конечно, один супер-пупер классный зверь, который просто решает все проблемы героев, когда им нужно откуда-то сбежать или кого-то победить. И это плохо, потому что у сценаристов этой серии есть страшный инструмент в виде фантастической твари, которая всех может победить, что может на нет сбить всю интригу и весь интерес смотреть этот фильм. Поэтому будьте осторожны с фантастическими тварями. Они должны быть очень-очень правильно и четко внедрены в сюжет. Пожалуйста, в следующих фильмах учтите это. Вы же, конечно, посмотрите и учтете. У фильма есть главная положительная черта. Это шикарная графика. Графика превращения женщины в змею просто виртуозная. Есть моменты, когда просто не можешь оторваться от того, как это все красиво сделано. Но все это нужно накладывать на очень четкий и качественный сюжет. Есть момент, который мне просто ужасно понравился. Вы помните змею Волдеморта, которая следовала за ним вот из части в часть? И она такая, знаете, была холодная, пугающая и суровая. Когда в этом фильме они придумали персонаж, из которого появилась эта змея и как-то его обыграли, мне стало так тепло и хорошо на душе. Знаете, вот как узнать историю про своего старого друга. Короче, вот если бы в фильме еще были вот такие отсылки, более глубокие и продуманные, это было бы просто магически. Если вы любите волшебный мир Гарри Поттера, то смотреть этот фильм стоит. Но стоит учитывать, что он не такой милый и забавный, как предыдущий фильм про фантастических тварей. И он довольно запутанный. Идти на этот фильм с человеком, который вообще не смотрел фильм про Гарри Поттера, чревато тем, что он просто уснет. Хотелось бы верить, что следующий фильм будет более четкий, более структурированный, понятный. и, конечно же, наполненный содержанием, а не сюжетными линиями и левыми персонажами. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если вам понравился формат, когда мы сравниваем книгу и фильм, то пишите в этом в комментариях. И у меня есть куча разных идей, какие фильмы и книги можно сравнить. Мне кажется, будет прикольно. До скорых встреч!